МИКОЛА ДАНЦЕВ А від себе хочу додати, 10 вересня, коли ми були шоколадний рекорд світовий з виготовлення шоколадної колбаси, я був на радянській, я навіть взяв слово, привітання, але я був майже єдиною людиною, яка не скуштувала колбасу, я просто дуже поспішав і зараз я можу надолужу трохи втрачене Я думаю, що це краще шоколадної колбаси, ти бачиш на свої власні очі, як все це відбувається? Шоколадна колбаса – це більше як пирожне, це як десерт такий, а ми зараз будемо робити самі такі легкі, розпространені конфетки, називаються «Флорентинки», т.е. це молочний шоколад, най-любимий почти всі, тільки там нікторі, такі як я, люблять горький шоколад, але це тож хороші люди Мне кажется, молочний шоколад неисправно, може поднять настроение любому чоловіку, абсолютно А почему? Потому, що він найвкусніший Це, наверное, потрібно задати телезрителям на следующий розыгрыш, да? Почему молочний шоколад, вообще шоколад, вкусний, да? І почему полезний? А виграш буде? Шоколадна екскурсія О, хорошо О, дуже интересно Я, кстати, слышала про Польщ більше черного шоколада Ну, конечно, да, но молочний вкусний Черный полезний, молочний вкусний А почему? Я все-таки немножко приоткрою Да, там есть эндорфины Это вот именно они влияют на участок Вот это нас не интересовало Действительно ли они там существуют? Или это просто миф? Конечно, существует А давайте, может быть, полкилограмма съестьте шоколада горького И вот сегодня ночью я делал горький шоколад 85% колумбийский шоколад Я получил в Колумбии сырье И готовил такие большие плиты Вот поэтому сегодня у нас уже будут в продаже готовые такие прям куски Вот такие толстые куски шоколада Вот И 85% он такой горький Но такой ярко-медово-цветочный аромат у него Но не но без сахара Вот что характерно, я заметила, слышала много комментариев о том, что Не сладкий чай или кофе пьют с молочным шоколадом А наоборот, сладкие напитки пьют с горьким шоколадом Вы знаете, мифов так много Совершенно разные люди Сейчас будет волшебство Да, итак, волшебство Что мы сейчас будем делать? Мы будем делать конфетки Что именно нужно сделать с шоколадом? Чтобы шоколад был красивый, блестящий Чтобы он был такой хрупкий Вот помните, да? Когда шоколад ломается, он хрустит Этот волшебный шоколад Значит, почему он хрустит? Дорогие телезрители В шоколаде есть такие чудики Я их называю тоже фиксиками Почему фиксиками? Потому что они влияют на шоколад Значит, это кристаллики, какао-масло И они формируют особую структуру Причем, ну, допустим Так, чтобы было визуально понять Например, огромный стадион Стоят спортсмены И причем стоят все по росту, ровненько, одними рядами И делают вот такую штуку Дайте, пожалуйста, мизинчик Мизинчик? Да, вот этот Не страшно? Вот этот, да А этот мизинчик отдайте Пожалуйста Есть Вот, и вот они примерно вот так держатся Все Все-все-все эти фиксики Вот И когда их, когда шоколад начинают ломать Вот эти мизинчики рассоединяются Они не ломаются Нет, они рассоединяются Рассоединяемся Вот, но То есть, если сейчас вот этот шоколад Вот, например, поставить в морозилку Хорошо на дерево Хорошо на дереве Вы комфортно Потом вас срывают Куда-то везут На склад Вы в мешке Потом Вы не знаете, куда вас привезли Потом вас разделывают И оттуда забирают вас Вот эти какао-бобы Вас забрали Потом вас высушили Передробили Отжали какао-масло Потом вы едете в какао-масле на фабрику Ингредиенты соединились Получился шоколад Потом он попал вот на водяную баню И он все еще знает, что его сидят Да, на новомне Да И вот потом, когда мы его, допустим, после приготовления положили в холодильник Допустим, вас сначала посадили в водяную баню Растопили там до температуры там 50-60 градусов Вы бы тоже хотели убежать с водяной бани Потом после водяной бани вас засунули в морозилку Чтобы вы застыли быстро Конечно, вы будете убегать тоже, да? При таких жутких условиях Все, я теперь поняла Итак, вот теперь нам нужно Мы подогрели шоколад до температуры 50 градусов Конечно, неопытному кондитеру нужно пользоваться вот таким вот Сейчас скажу, градусником Вот Ага Да И температуру мерять все время Где меряется температура, как вы думаете, у шоколада? Ну, в середине, да? Нет, неправильный ответ Вы шоколад не получаете Почему? Я не понял Да, смотрите, подсказка У человека меряется подмышка Где у шоколада меряется? Ну, у шоколада подмышки нет Совершенно верно У шоколадной подмышки И Таня получает шоколад Да, Таня получает шоколад, да Ну, вы тоже, наверное Итак, мы берем и теперь подбрасываем шоколад вверх Раз, два, три Это мраморная доска Значит, в чем отличие мраморной доски от какого-то другой какой-то поверхности? Ну, железо быстро теплопроводное, он быстро начнет греться А вот если, например, взять какой-то другой камень Он менее такой чувствительный, менее такой нейтральный Вот камень, мрамор, он всегда холодный То есть, даже если на него поставить кастрюлю с водой Он быстро остынет и снова станет холодным Теперь наша задача его охладить То есть, вот мы его Боже Да, вот такая процедура Я в первую раз в жизни это бил Это шоколадная живопись Шоколадная живопись Шоколадная живопись Как говорил Карлсон После того, что мы хорошо себя вели Нам полагается что? Шоколад Пошалить Вот такое, получается, безобразие шоколадное И на мастер-классах с детками мы все время так делаем Самое интересное Они делают такие фотографии удивительные Они берут вот так большой шпатель Открывают рот и делают вид, что им заливают этот шоколад Поэтому Но за баловством нельзя забывать о том, что процесс идет Процесс охлаждения шоколада Кстати, по поводу шоколадного рекорда До этого его держали французы, правильно? Итальянцы А итальянцы в курсе, что мы уже их... Итальянцы в курсе, мы им написали письмо Вот, причем они... Вот, смотрите, уже комочки образовываются Видите? Они расстроились, да? Да, они расстроились Причем мы-то... Им, наверное, в ближайшее время не сильно светит нас догнать Потому что... А какой рекорд долг? У них был 76 метров Ага А у нас 109 Ага Поэтому... Ой, бедные В следующем году готовимся к какому-то новому рекорду Сочувствую, сочувствую итальянцу Вот Вот смотрите, он уже, видите, не течет Он уже так капает густо Заметно меняет свою консистенцию Все, теперь мы его быстро собираем И не поверите Пока не разбежался Да, пока не разбежался Ну вот Практически колбаски как-то Да, кстати А я вижу котлетки шоколадные Вот шоколадный котлет Да, каждый видит то, что хочет Шоколад Есть Желаю Мужчины всегда видят или котлетку, или сосисочку, или хотя бы там куриную ножку Ну вот Шоколадная куриная ножка, как тебе такое? Да, я вижу куриный беточек такой шоколадный Так, а теперь мы его снова ставим что? Подогревать И вот у нас получается такая процедура Это называется темперирование шоколада То есть сначала мы его подогреваем до 50 градусов Потом охлаждаем до 27 А потом снова подогреваем до 32 Наша задача не перегреть его ни первый, ни второй раз То есть соблюдение технологии влияет на конечный результат Да, вот многие говорят, что знаете Вот там варить шоколад На самом деле шоколад никто не варит Вот А шоколад готовят То есть Почему готовят? Да Почему готовят? Потому что шоколад вот именно Вот этот температурный Видите, да? Я постоянно ложу на полотенечко Почему на полотенечко? Потому что Сохраняется Во-первых, сохраняется тепло Мрамор холодный То есть если мы на мрамор поставим Вот Надо через полотенечко Мрамор холодный Неправильно будет остывать Вот А во-вторых Вода Вода Враг шоколада И если, например, в воду попадет в шоколад Он будет уже не такой консистенции Вот Мы сейчас маленькие кусочки Чтобы это было быстрее Разобьем венчиком Вообще венчиком лучше не пользоваться Но поскольку Мы, да Поскольку мы ограничены Во времени Нам нужно сделать быстро-быстро шоколад Для наших телезрителей Стоит сказать о том Что если они будут делать конфетки дома То лучше венчиком не пользоваться И дать шоколаду спокойненько Дойти до нужной Да, еще кусок мрамора, пожалуйста Поставьте на стол А почему нельзя пользоваться? Дело в том, что Венчик Он же Дает много кислорода И много будет пузырьков Или хотя бы Перед тем Когда готовите дома Нужно хотя бы вот так Постучать Когда пузырьки вон Поднимаются Видите? Так Вот мы вроде как сделали Теперь Мы берем Пергамент Вот Берем Режем вот такой вот Треугольничек Треугольничек Да Как в математике-то Равнобедренный Да Вот И делаем из него Кулечек Конвет Такой Который продается У любой бабушки С семечками О, неплохо Я кажется понимаю Что сейчас будет Да Мы сейчас сюда Зальем шоколад Мне нравится это Выражение Зальем шоколад Да И будем прямо Оттуда ездить Правда? Да А носик оставили специально Да, смотрите Мы вот сделали Вот одну штучку Мы вот Загнули Это у нас первый замочек А теперь нам нужно Делать второй замочек Вот мы его делаем Вот И вот получается У нас второй замочек Теперь когда шоколад Попадает вовнутрь Он раздавливает Пакет И Вот эти два замочка Фиксирует Чтобы он не распустился Отлично Низ Очень Уголочек Заливаем А почему? Чтобы он не убежал Потому что он убежит Опять Вы прямо Отличная Опять Таня получит Прист А Сережа нет Сережа Сережа Если будет Хорошо себя вести Если будет слушаться Маму и папу И режиссера Да И режиссера Я думаю конечно же Как Я послушный от рождения Все Мальчики и девочки Ко дню Святого Николая Получают какие-то подарки Хорошо Я понял Подожди Сережа Для меня Святого Николая Я понял Нет Ну конечно же Как она есть Да До дня Святого Николая Теперь берем Вот этот вот Мешочек Берем шоколад И прямо в шоколад Льем Ой какое зрелище Опа Такс Красота Обалдеть Чистенько видите Ничего Самое главное Вот когда Работать с шоколадом Это приучить себя Не сорить шоколадом Потому что вот Бывают такие кондитеры Которые Вокруг Куча шоколада Куча расходов И это все смывается Выбрасывается Вы знаете Я их называю преступниками Потому что шоколад Нужно есть Да Вот Его надо беречь Для того чтобы съесть Весь Это золотой фон Цитат Да Шоколад надо есть Надо есть Так Теперь вы заворачиваете Я смотрю так Так да Вот мы просто Просто заворачиваем Вот Угу 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 Вот все Такой кулечик с шоколадом Кулечик с шоколадом Отлично Теперь мы эту штучку держим Можно использовать зажим У меня там на производстве Есть специальные Такие кухонные зажимы Там метров В эпицентрах продаются То есть можно спокойно сделать Вот При этом на рынке Угу И спокойно можно пользоваться Теперь Вот эти лишние инструменты Нам уже не нужны Убираем Достаём Например Орехи Ух ты Смотри Смотри какие Разноцветные штучки Вот Которые можно есть Да Которые можно есть Да 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 Совершенно верно Вот Мы возьмём ещё сейчас Вот такие вот Интересные Палочки Я вот Взял Ну Обычные палочки Вот Режем Уголочек Причём Вот этот уголочек Самое интересное Что всегда Надо резать отдельно Почему отдельно Потому что Если он здесь будет Вот Обязательно попадёт в конфету То есть это Как он называется закон Закон подлости Да Закон подлости Вот У нас тут Отбывается Справжняя дива И уже З'явились Такие Гарние Цукерочки Та Чупа-чупсы Шоколадные Так Ну Наш шоколад Как правило Правильно Приготовился То есть Мраморная поверхность Дала себя знать И Что получилось Получилось Что он Очень быстро Застыл Заметьте Не понадобилось Никакие Холодильники Морозильники Это всё Те кристаллики Те фиксики Которые держатся Смотрите И благодаря поверхности Да Благодаря поверхности То есть мы его Разогрели Охладили И снова Подогрели Немножечко 50 27 32 Вот Теперь Пергамент Делает своё чудесное дело Мы его спокойненько Вот Смотрите Раз Ой так легко Легко-лиско Вот Те которые позже Отсадились Они уже тоже Вот Смотрите Прямо весь Всего сколько 3-4 минуты Прошло Да Да Вот Ну и берём теперь Такие Штучки Детские Господи Это просто Просто чудеса Шоколадный чупа-чупс На самом деле Такого я ещё не видела Да То есть очень Очень простая Особенно Вот с детьми Это можно делать Дома У меня сын делает Такие конфетки Можно мордашки всякие Да Мордашки Можно рисовать Можно разрисовывать Вот А я вижу мордашку Которая говорит Серёжик Съешь меня Съешь меня Серёжик Держи Съешь её Я сделаю Для тебя Давай Съешь Так Это вам Спасибо большое Спасибо Знаете У меня в детстве диатез был Мне нельзя было шоколад Ну давайте Обравлю Не Уже прошёл Да Уже прошёл Но детская травма осталась Поэтому надоел Надо есть Надо есть Шоколад нужно есть Почему нужно есть Во-первых Хорошее настроение Во-вторых Хорошее самочувствие В-третьих Никакого вреда организма Вот Конечно Если есть его Не будет Да Конечно Если его есть Вёдрами То конечно Будет Немножечко заметно По фигуре И по настроению Немножечко Да Настроение будет всегда Хорошее Вот Что касается Какого-то Другого Не шоколада Оно Растительные жиры Остаются где? Вот В талии По фигуре Остаются Причём во всей Вот Что характерно В том что Чем опасны Вот Растительные жиры Тем что Они остаются В сосудах То есть Например Спустя 20-30 лет Мы будем Ходить все вместе И по очереди У каждого Будет Затекать нога Затеметь рука Там какой-то палец Не будет чувствоваться Естественно Это всё Уже следствие Вот Ну а причина Это Те продукты Которые мы покупаем Поэтому Лучше при покупке Всё-таки Не полениться Перевернуть Плитку шоколада И посмотреть Что там написано Должно быть написано Какао масло Или какао тертое То есть Если там написано Какие-то Там пальмовое масло Там кукурузное масло Машинное масло Не покупайте Лучше купить Настоящий шоколад То есть Какао масло Какао-порошок Конечно Горький шоколад Лучше это Без сахара Без чего-то Но Например Вот Мне недавно Сделали тоже Поставку шоколада Такого интересного Колумбийский шоколад И что характерно Что там Есть Сок тростника То есть Сахара нет Но есть Сок тростника И запах Вкус Аромат Вот этого Шоколада Совершенно Такой удивительный И опять же Для здоровья Сахара нет Ещё и полезно Да Ещё и полезно Всё Я хочу сказать Дякую вам За такий чудовый Майстер-класс Дуже смачный Мы Обязательно Скуштуем И Расповімо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова